Добрый день, меня зовут Александр Витальевич Моев, я директор Департамента аналитического оборудования и экологических программ. 2017 год объявлен в России годом экологии. Все мы хорошо знаем, что экологическая ситуация в промышленных центрах оставляет желать лучшего, что выбросы токсичных газов оказывают существенное негативное влияние на здоровье и качество жизни миллионов людей. Забота предприятия об экологии, напротив, снимает социальную напряженность, улучшает имидж предприятия, делает его более привлекательным для работников и увеличивает его рыночную стоимость. Предприятие, внедряющее систему мониторинга, сильно сокращает риски штрафных санкций. В соответствии с федеральным законом номер 219 предприятия нефтехимии, нефтепереработки, энергетики и металлургии должны начать внедрение экологического мониторинга в 2018 году. Как учесть требования нового закона? Как эффективно и надежно организовать мониторинг выбросов токсичных газов из фиксированных источников? Как при этом уложиться в ограниченные бюджеты? И где взять экспертов? Именно эти вопросы мы рассматривали как приоритетные при разработке комплексных решений по экологическому мониторингу. Система мониторинга выбросов прежде всего должны давать объективные, надежные результаты. Однако не менее важное, чтобы они работали надежно, требовали минимального обслуживания и эксплуатировались не один десяток лет. Наше решение включает измерение химического состава отходящих газов, измерение содержания пыли, температуры, абсолютного давления и мгновенного расхода. Также в наше решение включено специальные контроллеры из программное обеспечение для обработки и хранения данных. Оно полностью соответствует требованиям, предъявляемым к системам непрерывного мониторинга валовых выбросов. Инжиниринговые ресурсы нашей компании позволяют обеспечить полное сопровождение экологических проектов, начиная от обследования производства и заканчивая вводом систем в эксплуатацию и сервисным сопровождением. Мы готовы поделиться опытом, продемонстрировать наше решение, обсудить с вами технические средства. Давайте вместе рассмотрим вашу ситуацию и найдем оптимальное решение.